Аплодисменты 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 И иногда он вспоминал с ужасом и даже с удивлением Всю свою жизнь болеть и поражаясь Как он мог столько лет терпеть эту муку Такую дикую нагрузку на тело На свой нежный организм Теперь никакой зарядки Никаких физических упражнений в его жизни не было И оттого как-то быстро Вадим Юрьевич располнил Превратился вот такого Плешивого старичка в беретти Ну, такого обычного Московского старичка с собачкой Собачку звали по-смешному Цуцик А иногда по настроению ее звали Цуцикштейн Или Цуця Или Цуцичка Он ее любил, собачку Хотя это был он, Кобелек Кормил Цуцика сухим кормом Или каким-нибудь дешевым кошачьим китикатом Не сильно на него затрачивались Какая ему разница Кошачий кормили собачьи Жри и молчи Цуцик спал всегда у его постели в ногах Вадим Юрьевич Его в общем-то тетешкал Но иногда бил Когда Цуцик скулил и просился на улицу А ему хотелось спать Бил он его старым тапочком И тогда Цуцик забивался в угол Щелил желтые статические зубки Цуцику было 12 лет уже И он, наверное, мысленно проклинал Свою собачью жизнь Не ждал Не мог дождаться своей смерти Кто его знает, что он там Своим собачьим умом думал Но, судя по вечно унылой морде Ничего хорошего он не думал Тапочку он очень боялся Стоило Вадим Юрьевичу Тапочку в руки взять И постучать им по полу Как сразу же Цуцик забивался К батареи его окна Бить его Вадим Юрьевич стал чаще Когда Цуцик от старости Начал писать в уголке прихожей И тогда Вадим Юрьевич Кричал на него Чтоб он скорее сдох А Цуцик все никак не мог отправиться Как красиво писали в интернете На радугу И оттого тонился И все более и более грустнел Обычно все балетные на пенсии Начинали работать там же, в театре Находили работу репетиторами Или что-то другое у сцены Ну, скажем, там Помреж, Завтрупы Или еще что такое Но Вадим Юрьевич переступил Парок театра В котором столько лет проработал Переступил и забыл его Вообще туда не ходил И видеть никого не мог В театральных Из бывших коллег Не мог и не хотел Потому что он их всех там ненавидел Он начал писать статьи И книги о балете Жил он в Москве Не совсем в центре Но и не за МКАДом Нормально жил Хоть и в Крущевке Но район тихий С парком рядом Где были деревья, клумбы И где так спокойно Можно было Не толкаясь Гулять Сидеть на лавочке Дышать свежим воздухом Улыбаться Цуцику Который любил Бывать на улице Потому что там На Алипе Вадим Юрьевич на него не орал Не махал перед носом тапочком И так не любил Цуцик Идти назад в квартиру Прямо упирался Тащить его надо было сильно Душить за поводок Просто заволакивать в подъезд В лифт А потом к прихожую Квартира эта Вадиму Юрьевичу досталась От бабушки А мамину квартиру Мамина квартира была Совсем в центре Москвы На Крущевском ульвале Вадим Юрьевич Многие годы сдавал И сдавал за очень Очень приличные деньги А еще была пенсия Плюс какие-то крохи Гонорары за статьи В газетах В интернет-изданиях Или на радио А иногда и сеть Видение приглашали Как большой специалист В балете Ну это уж когда Сильно повезет Ну это все правда Совсем были крохи Все эти гонорары Совсем нищетовые Это все так было Для самолюбия И для успокоения Я нужен Я важен Со мной считаются Да Можно было Жить тихо И спокойно Он и жил Жил тихо Улыбаясь В своем покое В душе Ему было так Спокойно И радостно На сердце Но все же Все же Вадиму Юрьевичу Все не нравилось Все Абсолютно Все было Отвратительно Все на белом свете Ну понятно Что в фейсбуке Он был главной игрой Тут он всем советовал Указывал Приказывал Указывал Твердо И безапелляционно Я с вами пока Разговариваю Патерналистски Писал он кому-нибудь Примерно так Он любил Красивые умные слова Не такие современные Типа Прикольные Или другая Какая-то Калька с английского На русский Как молодые делают Нет Он такие слова Такие обороты Речи находил В битвах В социальных сетях Что соперники Паникали И исчезали От его патерналистского Тона То есть От отечества Мол Ну ну мальчик Подожди Я тебе тут такое Сейчас скажу Что ты сразу же Ляжешь Все свои записи В фейсбуке Он ценил Долго размышлял Над ними Копировал себе В отдельный файл На компьютер А еще Копировал их В одноклассников Вконтакте В твиттер И конечно же В рассадник вольности В телеграм Он везде Был заинвестирован Он любил Не только Красивые иностранные слова Но и по старорусски Мог написать Этак вот Ну и Спалать вам, дорогой друг Или же так вот Ну что я доброго сказать Верьми пониже, голубчик Пощады не было В интернете от него Никому Тут он рубился По черному А кто они такие За стеклом экрана Компьютера Кто такие Чтобы с ним спорить Чтобы ему возражать Чтобы ему вообще Отвечать Кто бы Я вас не знаю Идите Я сказал вам Идите И не просто идите И неслось Нет Он несся Как на крыльях Это было как наркотик Это была свобода Это было счастье Когда по щекам По бордасам Он удоял Своим крепким словом Своей эрудицией Своим знанием Великой культуры Человечества А он и правда Знал много Это только Ярлык такой Легенды Что мол Балетные Тупые Все Нет Он был другой Его мама была Иначе Его мама иначе Воспитала Мама жила в центре Москвы И работала в театральном музее Она знала Коюсь чего И этому учила И научила сына Единственного сына Которому все Отдала Всю нежность Всю науку В интернете Он цеплялся к словам Передергивал Кривлялся Актерствовал Спускался в ад И снова поднимался в рай Унижал хлестко и смело Банил Разбанил Он был хозяином Этой свирной паутины Он как паук был В этой паутине Где сбил каждую клеточку Каждую полочку Каждый кубик паутины И где он властвовал Да Разделял И властвовал Короче говоря Он был там другим Каждый вечер Часов с 10 И до 5 Утра И никто Никогда Не узнал бы на улице Старичке В беретке С поганой собачки На поводке Этого борца Всего и совсем Он был засланный Казачок в стране Встаня врага Никому пощады не было Много раз ему обещали Набить морду Те Кого он уже сильно унизил Или обидел Но Пойди Найди меня Ау Он же был под вымышленным Ником в интернете И называл он себя там Левом остроянием Почему? Да черт его знает Просто так Мастрояние Да и все Да еще и Лео Один раз какой-то подлец Которого Вадим Юрьевич Уже совсем Обидел Ввязавшись в ветку Разговора Об атомной промышленности Нагло назвал его Мадам Гной Да так прямо и написал Молчал бы ты лучше Мадам Гной Ты везде и во всем Суешься Весь интернет У тебя стреляется Найду у тебя Мадам Гной И отмудоху По самые годы шара Так и знали Ну и дальше Он обзывал Вадима Юрьевича Всячески А эти мерзавцы Ставили ему лайки Мерзавцы Негодяи Но этот подлец Получил свое Он получил Виртуально Конечно же Уже как только Уш как только Его не унижал Его тогда Как только Он его не осаживал Как только Он не оскорблял Вадим Юрьевич Чего только Он не написал Ему Боже Нет Ни одного мата Никогда Вы что Вадим Юрьевич Был верующим Человеком И по воскресеньям Заберев Цуциков В квартире Ходил В церковь Молиться И он знал Что мат По рождению Дьявольцев Что надо Быть добрым И сострадательным Человеком Но и Помнить при этом Что добро Должно быть С кулаками Тот подъезд Тогда Его забанил Но Вадим Юрьевич Вошел с другого Аккаунта И врезал Правда Ликуха Это мадам Дмой Так и осталась За ней Как тогда Распространилась По соцсетям И везде ему Теперь Это прозвище Припоминали Тварь Сами вы мной Сами вы Мадам Было он добрым На самом деле Очень добрым Просто Любил Ко всем Привязываться Может ему Было одиноко Много ли Поговоришь С Суцциком Много ли Поговоришь В интернете Там Писать надо Не разговаривать А поговорить Хотелось Страстно Хотелось Он любил Гулять С Суцциком И привязываться Ко всем Гулял Он обычно Возле дома Но Частенько Выезжал В центр Москвы И прохаживался Или На Патриарших Или На Чистопродном Бульваре Там Нередко Можно было Встретить Всяких Знаменитостей И Вадим Юрьевич С ними Раскланивался Как со старыми Знакомыми Элег Небрежно Но На деле Они его Совсем не знали Никто его не знал Хотя Очень часто Все они получали Когда-либо Его редкий Комментарий На своих страницах В интернете От Вадима Юрьевича То есть От Лео На строяне В центр Вадим Юрьевич Ехал на автобусе Не на метро же ехать Там ведь Ужас и мрак Это же просто Круги ада Нет Не на метро Там же Одна чернота Хачи Одни понаехавшие Москва-бар Как правильно Говорят настоящие Москвичи Именно Москва-бар Цуциков Всегда держал На руках В автобусе А на обратной дороге Бережно Портирал На остановке Лапки Цуцику Специальной тряпочкой Который носил В кармане Потом усаживал Его в целлофановую Пакет И так вез Гуляя по чистопрудному И по патриаршам Он со всеми Всегда ругался И голос его Далеко Он был слышен Он был там Как на сцене На него оглядывались Кто-то изумленным А кто-то поддерживал взгляды Были такие же старички И старушки Которые согласны были в том Что говорит Вадим Юрьевич Их много было Тоже все С собачками грязными И они все Пытались как-то Поддержать Вадим Юрьевича И его речи Но он смотрел на них Как на пустоту Чапайя и пустота Так назывался Роман какого-то писатель Вот он был Чапайя А вокруг Вадим Юрьевича Была пустота Вы понимаете Что вы тут Все тут завалено листьями Сидит И говорил Вадим Юрьевич Таджи Кудворнику Вы должны это убрать Безобразие Что творится в городе Куда смотрят управы За что они платят вам деньги Нет Деньги платим Вам мы Налогоплательщики Мы платим Из своего кармана Чтобы вы тут убирали А вы что делаете Что вы стоите Ну отвечайте Приехали в Россию А даже русский язык Не выучили Подметайте Убирайте Тут невозможно идти Людям Листьев столько навалено Что можно поскользнуться А уж тем более Пожилому человеку Метите Сказал Вы должны Это убрать Скоро пойдет дождь Будет скользко Люди будут падать Падать станут десятками Люди сломают себе Руки Ноги А еще страшнее Шейку бедра И тогда Вообще станут инвалидами Залягут На многие годы В постель Останутся инвалидные коляски Из-за вас Из-за вашей безалабельности Лентяйства И разгильдяйства Он шел и шел Тут сбежал рядом А он все говорил И говорил громко Безобразие А что превратилась Москва Какая грязь Какой бардак И всем наплевать Никто не следит За что я плачу налоги За что все вы следите Россия платит налоги Правительство наше Вот такое оно у нас Видите Эти вот черти Черные понаехали Черт знает что творят в Москве Это просто отвратительно Никуда не водно Никого порядка Кошмар Тут сбежал Бежал рядом Немного то Посматривал на хозяина Он конечно же Не понимал о чем говорил Вадим Юрьевич Но его пугал Злобный тонн Говоречий И тут все время думал Что это про него Что сейчас ему перепадет Что сейчас в воздухе Откуда появится там Потому что Он что-то не то сделал И потому Он все смотрел И смотрел воровским взглядом Тут налево-то направо Подростка на лавочке Вадим Юрьевич говорил Ну что же вы делаете Друзья Молодые люди А Ну почему вы залезли На скамейку с ногами В обуви Ну вы же живете В цивилизованном обществе Вы же не звери А люди Неужели дома у себя Вы так же себе позволяете Залезть в обуви на постель На стол На стул Ну как вам не стыдно Кто вас учит Где ваши Учителя Где вас учит Культуре поведения На улице Ведь потом придут сюда Другие люди Одни сядут Не заметят Сядут и выпачкаются Вы о других думаете Хоть немного Или только о себе Вы думаете Иногда подростки Вставали со скамеек Чтоб не вступать В перепалку Со злой дяденькой И противной собачки Вставали Уходили Что-то получали Недовольно А иногда Самые наглые Или начинали хохотать Кричать ему вслед Дядя Заметь У тебя собака Как будто ее И посуду мыли Дядя Возьми ее За хвост И стук Не обверь Дядя А давай ее На шашлыки Пустим Или сдать Узбеком На шаурму Вадим Юрьевич Никогда не обращал На это внимание Шел дальше И уже на следующей скамете Следующей гоп-компании Выговаривал Не курите тут Тут дети Тут пожилые люди ходят Невозможно дышать Ладно вы себя Только травили бы А ведь вы И другим здоровье портите Он помнится В театре приставал Так же ко всем Вдруг переставал плясать И начинал кричать В оркестровую яму Но тут должен вступить Гогой Почему Гогой не вступает А где он Уехал в Сочи с концерта Может ему там лучше Остаться в Сочи Играть на своих похоронах Со своим олимпийским Задором и зарядом Какой-то бред Какой-то невозможный бардак Была у Вадима Юрьевича Когда-то супруга Правда недолго Вот она ему через какое-то время В совместной жизни Когда он ей гундил Что она то или то Не так сделала Стала говорить И опять пил касторку с утра Она достала его с этой касторкой Какая касторка Что-нибудь такое Не знал Вадим Юрьевич Знать не хотел Его слово это бесило Касторка Это что-то такое Словительно кажется Какое-то кислое противное лекарство Жена это тоже работала Его то есть В боли Не пил касторку Но вот она Как я назвал Вадим Юрьевич уже забыл Все вели своей иглой Этой своей касторкой Ему вонзалась в мозги Каждый раз Каждый день Но недолго Года полтора А потом расстались Кажется Сейчас она снова замуж У нее дети Вадим Юрьевичу не интересно Он вырвал ее Из своего сердца Выжиг коленым железом Ну и не как и так Сейчас вспоминать Ты пьешь Касторку с утра А еще ты пьешь Мою кровь Сказала она Выходя с игровещей А у самого порога Сказала то Что вывесило просто Ты козел И дурак Потому что ты Слушай с утра Тодочек Классическую музыку И она у меня Вот где стоит Куда начеркнула По голову По своему ладонью Знай Что все фашисты И все мерзавцы Всегда любили И любят Классическую музыку И еще кошечек И собачек Но вот людей Ненавидят Оказывает В газовой камере Сгоняет Никого никогда В этом Юрьевич Не сгонял В газовой камере Гадина какая Ну ушла и ушла Не сильно-то и хотелось Накадить в ванной После нее Волосы На пол В раковине Сливе Надоело Он ей выдал конечно На прощание А выдать было не сложно Она была родом Из Рязани И потому ей легко И просто можно было сказать Знаешь что дорогая Девушку из Рязани Вывести можно А вот резать Из девушки Никогда Дурак и козел Сказала она Снова и ушла Ушла с чемоданчиком Там наверное были Только балетки Или пуанты Неизвестно Детей у них не было Их ничего не соединяло Детей Ее делить было нечего А прописать ее В квартиру Вадим Юрьевич Предусмотрительно В самом начале Совместной жизни Не стал Как-то вот молодец Не стало все И вопросу при ее уходе Не возникало Ну и хорошо Что ушла Потому что Жить в этом Юрьевич Остал совсем размеренной Без сюрприза Всяких там Касторок Он сам себе нравился У него был заведенный Распорядок Кофе с утра Погуляйте с Цуциком Возле дома Потом пару дисков Прослушать С классической музыкой Перемешанной с интернетом Новости Шмош новости Потом обед Готовый он сам Готовый хорошо Потом поехать в центр на прогулку Свежий воздух Всегда полезен И еще чтобы Цуцик Как следует Пописал, покакал Поругаться со всеми Потом к вечеру домой Плотный ужин И интернет Надолго До утра Это каждый день Хорошая была жизнь Тихая Спокойная Ничего больше не было Ни чей лошади Иногда вместо дисков С классической музыкой Их у него было огромное количество Он слушал радио Отфей Сидел в кресле качалки И предавался раздумьям Под классическую музыку Можно было с улыбкой Думать о чем угодно И прежде всего О гениях Которые эту музыку создавали Он хотел бы встретиться с Моцартом Поговорить с ним о чем-нибудь Или с Бетховеном Или с Шостаковичем Это было бы счастье Часто Вадим Юрьевич разговаривал с ними Летал в каких-то сновидениях В чем-то нереальном Придумывал даже вслух Что-то говорил им всем Спорил, возражал им Гением Чувствуя себя им равным Образованным И искусным во всем Что касается музыки Оперного и балетного искусства На окне у него росло три горшка Каких-то неведомых растений Которые можно было не беспокоить Не поливать годами А более ничего живого Ну только плюс кцуцик В квартире не было Муха иногда залетала Какая, но она всегда попадала в капкан Все эти паука, которые тоже Но много лет жил за унитазом И выгнуть его оттуда Вадим Юрьевич не мог Да и не хотел Паук свил там сеть Сеть была пыльная Можно было бы и паука И сеть Оттуда пылесосом вытащить Но почему-то Вадим Юрьевичу было жалко Пусть живет Да и приятно было Что утром Пока темно Или вечером ночью Когда он включал свет в ванной То видел всякий раз Как паук удирает Щель за унитазом Щель в стене Чем он там летался Никто не знает Может пыль ел Сладкая была, наверное, пыль Вот так он и жил Так жил прекрасно Вадим Юрьевич Он страстно Особенно страстно Любил доставать Стюардесс Официантов И все обслуживало в гостиницах Они ответить не могли На улице тоже было Можно было И даже интересно Было привязываться Ко всем Со всеми скандалами Но это еще и опасно было Можно было и по рожи схлопотать Всякие ведь были неадекваты Да, слопотать можно было И пора раз доходило до встречи Все-таки, как ни говори, Москва Город возможностей И хачей Ну вот, хотелось он привязываться ко всем Во всем он видел непорядок Но чаще опасался И выбирал только тех Кто не мог ответить Вадим Юрьевич был физианалист И большой психолог Жертву видел издалека А вот уж кто точно Опять-таки был не мог Вот вся эта шуша Все эти официанты Продавщицы и прочая обслуга Тут уж и доставалось Вот уж кто не мог вякнуть Терпеливо выслушал Все нравоучения Вадим Юрьевича Вот уж кто расплачивался Кровавыми слезами За свое место За свою работу Вот уж кому попадало Да так, что вы хотели Но оболчали Ведь могли бы и погнать с работы А где потом найти ее работу Как устроиться Как же? Не получится ничего Пролетишь мимо кассы В этих мальчиков И в этих девочек Которые носили в самолете еду Которые мыли пол И меняли полотенца В гостинице Которые торговали в магазинах Сидя за кассой Вот тут уж воля его была Тут уж он в них впивался Как лещ И никто Главное не мог Отклить в ответ вякнуть Что было особенно приятно Никогда Раз или два Раз в месяц Он летал в Питер В Мариинский Или в Михайловский театр На Премьеры Нет-нет Только билет Только балет Или опера Ничего другого Никогда Упаси Бог Никакого театра драмы Никаких этих вот Вот их новомодных Спектаклей Судцик он сдавал соседке За плату Ровно на сутки Сдавал и улетал в Питер Судцик был счастлив Кажется Когда он ходил в квартиру соседке Он полз на приюте От порога И до кухни Соседке Лишняя копейка была нужна Она никогда В Диму Юрьевичу Не отказывала Правда Они не дружили Только здоровались на лестнице Если встречались Она как-то Погдалась пару раз Ему испечь пирог А потом блины Но он ей жестко ответил Когда она ему В дверях Протягивала тарелку Что Не нуждается в пище У него все есть Благодарю Может были у соседки Какие-то планы На него Но кто знает Что у них Баб на уме Потом она Отсталась Своим желанием Задружиться Потому что Узнала Что он Из балета И решила Что у него Не совсем порядок С реветацией Да и плевать Не силы Хотелось Мужичок Который был Брянной И гуляем В ее глазах Хотя Сам Вадим Юрьевич Считал себя Красавцем Театр драмы Ни в какой Вадим Юрьевич Никогда не ходил Эта гадость Под названием Современная драма Не просто Не интересовала Вадим Юрьевич Он призрливо Морщился Даже читая Атишу Московских Холебительских Театров Это все Из жизни червей Это все Было За грани понимания Вадима Юрьевича И зачем Она ему Надо была Зачем Ему тратить Суно драгоценное Время На эту Филиберду Как они Так это Называют Вербатин Театр До Он и знать Не хотел Ничего Про эту Мерзу Никогда Ни разу Не был В этих Новомородных Театрах Драмы Он был Наслышан Ему это Было Достаточно Он и не пытался Разобраться Он не хотел Даже понимать Этого ужаса Черного Причерного Зачем Спасибо Бог Господи Порог Не переступал Подвальных Театриков Чернуха Прости Господи Гадость Порнуха Прости Господи Еще раз В Питер Он только Самолетом летал В поездах Грязно В поездах Идут только Китайцы Они орут Лопочные Суетятся Невыносимо К тому же Поезда Чудовищное Обслуживание К тому же Это давно Известно От китайцев Все идет В том числе И зараза Чихнет Какой-то Желтолицы И все Ты уже В морге Протянул лапу Это же Давным Давно Известно Миллиард Китайцев Живет на земле Загнили Они уже Все Учим Учим Там Учим В своем Китае Вонючим И потому В Питер Только Самолетом Летать он боялся Как и все Самолет Ходил Всегда Только С левой Ноги Такая У него была Примета И всегда Считал На взлете До 56 Секунды Где-то Он вычитал Что самолет Разбивается Обычно На 56 Секунде Досчитывал А потом Продолжал Качать Права Потому что Самолет Сразу Сходу При посадке Требовал 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 Себе Внимание Требовал Качественного Сервиса Требовал Высокая Культура Обслуживания 40 Минут До Питера Из Москвы За это Время Он Всем Мост За 40 Минут Я Плачу Такие Деньги Забилет На Ваш Самолет Выговаривал Стюардесси Через 56 Секунд После Взлета А Это Кресло Проваливается Вы Понимаете Оно Проваливается Неужели Вы Не Видите Хотя Никогда Никаких Кресла Не Проваливается Все Было Нормально